30 лет у операционного стола. Около 20 тысяч операций. Один из лучших хирургов страны. А титул этот Владимиру Карловичу Корженевскому присвоили на всероссийском конкурсе врачей. Умеет, наверное, практически всё. Когда Владимир Карлович решил стать специалистом со скальпелем в руках, хирургию, как сегодня, по направлениям не делили. Не было абдоминальных, кардио, ортоэкспертов. Наверное, поэтому дело Корженевского одно из самых сложных в профессии. Это сочетанные травмы. К нему на операционный стол привозят людей с тяжелейшими повреждениями. После аварий, падения из окон, огнестрельных ранений, а ещё на живых. Владимир Карлович, например, был в составе бригады, которая спасала жизни раненых на улице Сургутян Артуром Гаджиевым 19 августа 2017 года. Мы готовы к экстренным поступлениям. Но когда и в другом количестве поступают, и с такими тяжелыми повреждениями, тем более с открытой рамой, когда с открытым раненым предметом и одновременно, поэтому были мобилизованы все службы, как бы все хирургов, всех собрали. Мы, тем не менее, оперативно практически оказали помощь 7 человек, хотя непростые были ранения, непростые оказались, так сказать, ранения. Три года назад в Сургутской клинической травматологической больнице начал работать центр таракальной хирургии. Это операции на органах грудной клетки. Возглавил новое отделение доктор Корженевский. Может быть, это определила судьба. Первой операцией Владимира Карловича было огнестрельное ранение в грудь. Охотник в лесу неудачно достал ружьё и сам себе пробил лёгкое. Пациент, кстати, поправился. Распространённая таракальная патология стану страхией, то есть сужение дыхательного просвета. В норме он должен быть 1,5-2 сантиметра в диаметре. Встречаются случаи, когда его ширина едва достигает 5 миллиметров. Одним из первых пациентов центра был ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Авраменко. Так, я за вашу работу. Я уже про это забыл. Это уже всё хорошо, отлично. Видите, я доволен. Мощность центра 300 операций в год работают хирурги на оборудовании высочайшего класса, которое позволяет вернуть пациентам глубину дыхания, не разрезая грудную клетку, а через маленькие проколы. Владимир Карлович научил эндоскопическим методам начинающих специалистов. Сегодня его ученики – его коллеги, которым можно доверить сложные оперативные вмешательства. Это очень одна из сложных проблем, сложнейших, которые требуют. Понимаете, здесь же нужно ещё, помимо того, что ты оперируешь на этом органе, нужно, чтобы человек во время операции дышал чем-то. Поэтому тут два аппарата ВЛ специально подключаются, инжекторный тип дыхания. В общем, это целая система. Бывает так, что Владимиру Карловичу приходится собирать пациентов буквально по частям. Сочетанные травмы, о которых мы говорили выше, этим и характерны. Это одновременное повреждение нескольких органов. Работать надо молниеносно, на нескольких фронтах. Как и практически для любого хирурга, одна из самых для души болезненных категорий пациентов для Владимира Корженевского – дети. Вы же представляете, это ответственность высочайшая, что касается с детьми. И дитю не скажешь, что почерпимые маленькие немножечко. С этим не проходят такие вещи с детьми. Там приходится сказать, уж даже ту же трубку ставишь, уже ты должен знать, что ее поставить так, что надо удалить безболезненно. Или там на один день, на два буквально. Больше ребенок не терпит. Поэтому там тактика вообще как бы другая. Владимир Карлович вспомнил случай, когда к нему доставили малышку из Нефтьюганска. Она выпала из окна, оперлась на москитную сетку, увидев, что папа возвращается с работы. А она не выдержала веса ребенка. Девочка рухнула с шестого этажа. В завхирургии травмобольницы отметил, что все дети, которых он оперировал, все поправились и выписались домой. Это ли не счастье? Титул одного из лучших хирургов России Владимиру Карловичу приятен. Однако он скромно заметил, что эта заслуга ему одному не принадлежит. Я вам так скажу, заслуга всего коллектива, вот моих сестер, моих анестезиологов, всего коллектива, мы, конечно, рады. Почему мы нам, почему нам не отказываться? Мы, конечно, рады, безусловно, что это так, но это целая работа всего коллектива. Владимир Корженевский преподает в медицинском институте Сургу. Воспитывает будущих хирургов. Его ученики работают в разных больницах страны, тоже, кстати, побеждая в конкурсах профмастерства различного уровня, в том числе и всероссийских. Всегда внимательный, заботливый, открытый и к другим, Владимир Карлович Корженевский, победитель в схватке со смертью. Один из лучших хирургов России, лучший для своих пациентов, которых он вернул на землю с того света.